Накануне юбилея Победы около 300 каспичан в торжественной обстановке уже получили юбилейные медали. Однако присутствовать лично на масштабных мероприятиях, к сожалению, могут не все ветераны. Потому заместитель главы администрации Людмила Левицкая и специалист регионального отделения партии «Единая Россия» Жариат Бутаева взялись лично вручить памятные награды участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Вклад в общую Победу дагестанцев, в частности каспичан, нельзя переоценить. Совсем еще молодые юноши уходили на фронт, а 10-12-летние дети оказывали посильную помощь в тылу, работая в колхозе и готовя посылки на передовую. Именно таким тот период истории родной страны помнит Мурат Султан Ахмедович Асалиев. Он шестиклассником был передовиком на колхозе в селе Ахты, работали и день, и ночь, не покладая рук. Лишь бы на фронте чувствовали, что каждый житель родной страны готов их поддержать, говорит ветеран. А праздник 9 мая всегда был самым знаменателем в календаре, потому есть особые традиции празднования, рассказывает Мурат Султан Ахмедович. Смотреть телевизор Мурат обязательно будет. Это святое. Да, это святое. Обязательно я должен смотреть. На площадь дедушка никогда не ходит. В городе я не могу ходить. Уже не то стороне. Я буду гулять. Пить я не пью, кроме 100 грамм чая. Знак внимания от первого лица страны накануне Великого праздника дорогого стоит. Потому на парадном кителе займет особое место. Эта юбилейная медаль – благодарность от всех поколений, подчеркнула заметитель главы администрации Людмила Левицкая. Хочется пожелать всем нашим ветеранам здоровья, счастья, любви, тепла. И чтобы они еще долго были рядом с нами и радовались своим присутствием. Ну а окружающим побольше быть заботливыми и внимательными в отношении наших ветеранов. На пути следования делегации еще 12 адресов, где проживают люди, приближавшие победу. Одни пройдя суровые испытания военных лет, другие трудовым подвигом. Объединяет их безграничная любовь к родной земле и День Победы. Общий праздник один на всех.